МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, Владимир Аковлевич. Добрый день, Ирак Асимович. Давайте мы начнем с того, что сегодня Казахстан в декабре месяце, все будет нормально, вступит в Всемирную торговую организацию. Прокомментируйте эту новость. Даже глава государства обратился к народу Казахстана. Хотел бы ваше мнение узнать. Спасибо, Ирак Асимович. Оценки разные. И даже в бизнесе, где люди этим занимаются профессионально, от резко негативных до эйфористических, типа наступит коммунизм сразу. Но, естественно, ни того, ни другого не произойдет. Процесс переговорный был очень долгим. Президент подвел черту. Поэтому смысла обсуждать то, что было, говорить о упущенных возможностях, нет. Мы должны исходить из сегодняшнего дня, что на сегодняшний день мы имеем. Конечно, вопросы были. Вопросы транспарентности, прозрачности самого переговорного процесса. И я считаю, что потенциал бизнеса в переговорном процессе полностью использован не был. Тем не менее, вопрос транспарентности сохраняется. Потому что у нас есть пауза примерно полгода. И в течение этого времени мы должны максимально подготовиться. Что мы должны делать за это время? За это время, я считаю, мы должны создать максимальное количество площадок, на которых мы должны обсуждать конкретно условия вступления в ЭТО. Но одна из главных площадок, это на базе Национальной палаты Атамикен, где госпожа Айджанова должна будет прийти вместе со своей командой. И по каждой отрасли мы должны получить точные условия, на которых мы туда входим. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы отрасль могла, во-первых, спрогнозировать, каким образом ей выстраивать вот эту свою работу в оставшееся время, чтобы наиболее мягко войти в ситуацию с ЭТО. Во-вторых, отрасль каждая должна точно познакомиться с теми механизмами, которые существуют в рамках ЭТО, и с помощью которых можно повлиять на эти условия. И вообще, она должна смоделировать вообще полностью свою работу, взаимодействие, исходя из всех возможностей, которые представляет ЭТО. – Владимир Владимирович, какие преимущества для нашей экономики, сулит членство в этой организации? – Ну, преимущества очевидны. Они, в принципе, понятны-то всем, и без конкретных деталей, и без конкретных условий, на которых мы реально будем ходить. Это, во-первых, расширение, громадное расширение рынка. Во-вторых, это отсутствие дискриминации. То есть, все отрасли на равных. Равенство означает, что условия конкуренции будут добросовестные. То есть, мы реально можем развиваться. И, в-третьих, не бывает, когда речь идет о интересах, экономических интересах, о страновых интересах, не бывает беспротиворечий, непониманий, каких-то, может быть, даже спорных ситуациях. И существует легальный, цивилизованный механизм разрешения споров. Вот всему этому при обсуждении мы должны научиться пользоваться. А какие трудности могут быть у отечественного бизнеса по этому вопросу? Ирак Осамович, трудности будут у всех. Они будут индивидуальны, эти трудности. Это связано будет и с пошлинами, с условиями торговли и так далее. Но дело в том, что если мы твердо решили войти в тридцатку самых благополучных стран мира, мы должны не просто теоретически конкурировать, а мы должны конкурировать именно на той площадке, где как раз-то все эти страны и представлены. И не просто конкурировать, мы должны выигрывать конкуренцию. Поэтому выйти, как мотиваторы говорят, из зоны комфорта мы обязаны. Естественно, что будет трудно в первое время. Но человек так устроен, что мы приспособимся. У нас ничуть не хуже мозги устроены, чем у тех стран, которые в ВТО работают и успешно работают. Поэтому тут вопрос времени. Мы должны выйти из зоны комфорта и начать реально работать в условиях ВТО. Президент, все-таки очень часто говорят, что конкурентную среду будем работать. Значит, вы будете конкурировать с западными странами. Как это, в самом деле, будет происходить? Ну, дело в том, что наш бизнес, он реален. Он существует, он существует и сегодня. И сегодня мы работаем в условиях, которые, в принципе, они приближены к условиям ВТО. А снимутся ряд вещей, к которым, может быть, и некоторая часть бизнеса привыкла. Ведь мы часто говорили о казахстанском содержании, о поддержке предпринимательства. Это как раз на пользу все это, да? Это, конечно, идет на пользу, но только до тех пор, если оно реально развивает бизнес. Если я приучил себя ходить на костылях и никак не могу отбросить этих костыли и начать реально двигаться и выигрывать конкуренцию, то у таких предприятий будут очень серьезные трудности. Если же я вот эти инструменты, которые предоставляет правительство бизнесу для его развития, для его поддержки, использую с целью стать конкурентным реально, то тогда мне будет проще. Вот о чем речь идет. То есть я теперь должен конкурировать на равном. Если, допустим, до сих пор я имел поддержку в среднем большую, чем это принято для всех стран ВТО, то, естественно, я ее лишусь. Я должен быть готов к этому. Я ради этого эту поддержку и получал для того, чтобы развиваться. То есть наша задача быть конкурентными, как говорится, по гамбургскому счету. Владимир Аксин, а вот какие угрозы таить все-таки? Скажите мне. Угрозы? Угрозы – это конкуренция. Угрозы для разных сфер отраслей. Они могут быть разные. Ну, например, вот у нас есть сельское хозяйство. Сельское хозяйство, мы страна аграрная. Для нас эта вещь, она связана с особыми рисками. Дело в том, что мы в рыночных условиях существуем относительно недолго. И у нас еще небольшой опыт. И у нас еще переход от старых методов, еще советских методов, к самым современным крыночным, он еще в определенной степени не завершен. В этом смысле сельское хозяйство является наиболее уязвимым. И если сейчас мы резко снимем защитные барьеры по отношению к нашим сельхозпроизводителям, мы можем поставить их в трудное положение. Потому что придут еще более удешевленные импортные товары, и конкуренция, конечно, серьезно обострится. Поэтому тут нужен разговор, в результате которого мы должны, сельхозники должны будут осознать, чем будет компенсировано вот это резкое снижение защитных барьеров. То есть, как государство отреагирует. Потому что для нас существование сельхозсектора – это совершенно критичная часть экономики. Она очень важная. И в перспективе, на самом деле, она имеет колоссальный потенциал. – Владимир Владимирович, все-таки мы должны больше о чем беспокоиться? Об экспорте товара, связанном с конкуренцией, или об импорте товара? – Вы понимаете, в чем дело? Сейчас условия, по сути, выравниваются. Если я выигрываю конкуренцию внутри страны, значит, я могу найти ниши и за пределами страны. Потому что, по сути, это будут примерно одни и те же условия. Если раньше, например, мы могли искусственно отгородиться от части мира, по крайней мере, и создать тепличные условия внутри страны, и бизнес развивается, внутри страны работает. Теперь мы раз убрали эти барьеры, и пришли соответствующие конкурентные товары, и они давят наши товары. Тогда это плохо. Но если мы этот процесс делали постепенно и приучали бизнес к реальной конкуренции, то тогда снятие таких барьеров практически ничего не изменит, если мы уже к этому хорошо подготовлены. Поэтому процесс этот понятный для бизнеса, естественный. О чем, когда я говорю, нужна профессиональная площадка и конкретный разговор? Я имею в виду, что нам нужны теперь точные и конкретные условия. Что же все-таки будет? Какие у нас будут пошлины? Какие будут иные условия? Чтобы за оставшиеся полгода мы могли как следует подготовиться. Тем более документ серьезный, там громадный объем, там полторы тысячи страниц, и поскольку он предполагает сертификация в парламенте, то депутаты тоже должны иметь возможность и время к этому как следует подготовиться. То есть эта процедура, она достаточно должна быть длинной, и самое главное, вот это время должно быть очень эффективно использовано. Ну, вот я уже смотрю из опыта нашей с вами депутатской деятельности, Владимир Яковлевич, я помню, даже в то время вы этот вопрос поднимали, я помню, как раз комитет-то был у вас... Экономическая реформа, региональное развитие. Это я помню, поэтому обеспокоюсь, тревогу вашу я понимаю сегодня. Потом, Владимир Яковлевич, я скажу смелое, что вы кандидат физико-математических наук, вы длительное время работали в Полударском индустриальном институте, преподавателем. Я знаю, что один из выпускников Данил Кенжитая Шахмедов. Это совершенно правильно, да. Насколько мне память не изменяет. Поэтому потом вы ушли в бизнесе, и в бизнесе вы добились определенного успеха. Поэтому я думаю, не зря я вас пригласил, потому что я искал, кто же выступит по БТО. Я сегодня получил определенную. Не могу сказать, что удовлетворен. У меня были радужные. Было такое чувство, что в прилавках товар много будет, у меня будет право выбора, выбирает. Не так просто это будет, да? Нет, выбор будет. Ассортимент, я думаю, увеличится. Но мы должны просто смотреть глубже, мы должны сохранить свою экономику, мы ее должны развить. Поэтому мы должны к этому готовиться, мы должны быть реально конкурентными. Для рядового, может быть, гражданина, который не вникает в эти проблемы, да, он увидит более широкий ассортимент. Он, возможно, должен будет потратить меньше денег для того, чтобы купить те же самые товары. Но он должен понимать, что его доходы, они связаны с отечественной экономикой. Если при этом отечественная экономика просядет, он и меньше будет получать доходов, он и меньше будет получать зарплату. И в итоге, возможно, он даже меньше сможет купить, несмотря на широкий выбор. Из этого я сделал такой вывод, Владимир Яковлевич, вот у меня сразу умозаключение. Надо приобретать товары отечественные, да? Не, ну надо поддерживать отечественного производителя, это правильно. Но отечественный производитель тоже должен встречные шаги делать. Он должен развиваться, он должен улучшать эффективность своего производства, снижать затраты, понижать цены, улучшать качество. Теперь к нашей основной теме, это вот к тем событиям, что я задал вопрос в связи с окончанием переговорного процесса по вступлению в ТО. А теперь вот я хочу вам, непосредственно вас это касается. Это шестой международный горно-металлурский конгресс. Вот что преследует конгресс? Какие цели? Я, Ирак Косымович, не могу себя назвать специалистом по данному конгрессу и вообще в целом по горно-металлургической отрасли. Я хочу только сказать, что, например, если мы дадим оценку в целом всем отраслям страны, какие имеют наиболее благоприятные позиции при вступлении в ТО, то на первом месте однозначно будет нефтегазовый сектор. Вообще нефтегазовый сектор – это драйвер роста страны. И у нас есть национальный фонд и так далее. Вот это все является неким стержнем, который продвигает экономику в целом. На второе место я бы поставил ГМК, то есть горно-металлургический комплекс. Хотя нельзя сказать, что его показатели соизмеримы с нефтегазовым, но у него есть мощный скрытый потенциал. Однако, для того, чтобы он более динамично, более эффективно развивался, нужны определенные действия со стороны страны, со стороны государства. То есть нужно создать определенные условия. Вот сейчас обсуждается возможность принятия горно-металлургического специального кодекса, который будет регулировать отношения в горно-металлургическом комплексе. Ну, это правильно. Так надо делать. Вот само принятие такого кодекса будет серьезным поводом для того, чтобы всесторонне обсудить проблему ГМК и посмотреть, где у нас там есть ресурсы. Почему к нам идет инвесторов меньше, чем бы мы хотелись. Может, надо посмотреть что-то с инвестиционным климатом. Может, надо посмотреть с налоговой нагрузкой. Можно пригласить экспертов, которые дадут оценку той нормативно-правовой базы, той налоговой базы, которая определяет интерес к горно-металлургическому комплексу. Если, например, окажется, что у нас налоговая нагрузка одна из более высоких в мире, мы должны, безусловно, тогда эту нагрузку опустить. То есть, чтобы заинтересовать инвесторов. Это очень важно. Поэтому принятие кодекса, инвестиционная составляющая, вот все это в целом может улучшить ситуацию в горно-металлургическом комплексе, за которым я бы лично поставил на второе место. На третье место по степени перспектив и по влиянию на наше развитие я бы, конечно, поставил сельхозсектор, хотя он сейчас находится в непростой ситуации. Мы еще не развились до такого уровня, на котором мы могли бы на равных конкурировать. Но здесь зато мощный потенциал, потому что продовольственная безопасность – это одна из главных позиций для любой страны. Вот я, в частности, был в Минсельхозе в Америке. Я смотрел, насколько скрупулезно, во-первых, американцы мониторят полностью весь земной шар на предмет того, где, сколько, чего, какого продовольствия производится. Это раз. Во-вторых, они пытаются максимально влиять на это. То есть, они всем странам предлагают свою продукцию и сами они датируют по-серьезному эту продукцию в какой-то степени для того, чтобы привязать эти страны к своим производителям. Это тоже серьезная вещь. Поэтому, например… Это такой дальновидный подход, да? Это очень дальновидный подход. Он реально работает, он давно работает. Но это можно взять как образец, как цель, к которой мы тоже должны стремиться. Потому что у нас потенциал, если брать удельный потенциал на страну, он тоже очень велик. Он большой. У нас высокое качество пшеницы. Например, та же Россия у нас очень много закупает нашу пшеницу как улучшитель. Ну и так далее, и так далее. В каждой отрасли есть свои какие-то инновационные возможности, реализуя которые, мы вот эту сельхозотрасль поднимем на высокий уровень. Владимир Яковлевич, вот у меня вопрос. Недавно я слушал Ербулат Досави, министра национальной экономики. Вот это именно касается горнометрометрометра, опыт Австралии. В чем она заключается, если вы в курсе? Не могу сказать конкретно, в чем заключается опыт в Австралии. Но движение, вот то, что мы с вами сказали, движение в направлении кодекса, направление инвестиций. И еще, что важно, я считаю, минимальное вмешательство государства во все эти бизнес-дела, бизнес-проекты. Вот еще сто лет назад Генри Форд сказал, что в бизнесе государство должно быть как можно меньше. А в правительстве бизнеса должно быть как можно больше. Ну, об этом и в своем недавнем интервью президент тоже об этом сказал? Нет, ну, это все правильно. Президент это прекрасно понимает. И вот смотрите, вот его приоритет из пяти приоритетов, первый приоритет, как раз и заключается в эффективности исполнительной власти. А эффективность исполнительной власти, это так же, как в бизнесе, ответственность за свои решения. Если бизнес принимает неправильное решение, он разоряется. А какую ответственность несет правительство, если оно принимает неправильное решение? Вот эти чиновники, они должны это помнить, что за каждым решением стоят последствия. Вот теперь ваше отрасль непосредственно. Вот что ждет поступление в того, это имеется в виду лом черного металла? Да. Ирак Асамович, вот в нашей отрасли особых проблем не будет. Не будет. Не будет особых проблем, мы свою нишу найдем. Единственная, какая проблема на сегодняшний день есть в нашей отрасли, у нас в стране ломообразование, оно в разы превышает внутреннее потребление. В разы превышает. Но у нас есть пошлина. Причем наша пошлина также в разы больше, например, той же российской. И поэтому у нас имеется перекос неравные условия конкуренции. Это известно было еще давно. И еще примерно 10 лет назад правительство принимало протокольное решение о том, чтобы определить переходный период и перейти как минимум на более низкие пошлины, равные российским. Однако этого сделано не было. Вот сейчас в связи с вступлением в ВТО, это как раз благоприятный момент, когда это можно сделать. А это какую-то выгоду даст нам это? Ну, это однозначно даст выгоду. Вот смотрите. У нас в стране максимальное внутреннее потребление лома, это было в 2011 году, 1,7 миллиона тонн. Отрасль в легкую собирает минимум 3,5 миллиона тонн. А вообще потенциал 5 миллионов тонн. В свое время, еще 10 лет назад, при спорах между ломовиками и металлургами, президент правительству давал поручение. Там было три пункта. Первый пункт. Создать ситуацию, когда продажа лома внутри страны будет приоритетной. Выгодной. Это первое. Второе. Лом, который остается после внутреннего потребления, он безусловно должен идти на экспорт. Но он не должен накапливаться. Он портит экологию, он не создает новых рабочих мест, не приносит доходы. И, наконец, третье. Цены должны быть везде рыночные. Поэтому в условиях запрета сегодня, когда мы находимся, цены рыночные быть не может. Теперь смотрите. Вот 1,7 внутреннее потребление в 2011 году. В 2011 году нет запрета. Тем не менее, отрасли металлургии внутри страны переработали 1,7 миллиона. Теперь 2014 год. В 2014 году действует запрет. А металлурги переработали всего миллион тонн. 900 с чем-то тысяч тонн. То есть, казалось бы, если ввели запрет, значит, они должны увеличить производство. Они, наоборот, его уронили. Теперь конкретное предприятие, КСП «Стил», которое больше всех просило, умоляло правительство ввести запрет, потому что оно задыхается. Так вот оно, это предприятие, в 2011 году переработало 1 миллион лома. А в 2014 году, когда был введен запрет, оно переработало 350 тысяч. То есть, практически в три раза упало производство. Спрашивается, какая выгода? Теперь наша отрасль за время запрета потеряла примерно 50 миллиардов тенье дохода. И примерно, как минимум, 10 тысяч рабочих мест. То есть, спрашивается тогда, а в чем выгода? Но, тем не менее, Ирак Косымович, несмотря на это, на такое ненормативное решение, нерыночное решение, которого экономических плюсов нет, тем не менее, это встряхнуло всех нас. И нас, ломозаготовителей, и металлургов, и само правительство лучше стало понимать потенциал этой отрасли. И мы пришли к чему? Мы пришли к тому, что мы должны лучше отрегулировать деятельность самой отрасли. То есть, вот если президент сказал, что приоритет должен при работе на внутренний рынок, под это были выделены деньги и были разработаны надстандарты. Мы в этом тоже участвовали, это правильно. То есть, мы теперь понимаем, какой лом лучше, какой лом хуже, причем мы это признаем взаимной металлургией, мы и правительство. Теперь мы, помимо того, что мы эти разработали надстандарты, при продаже на внешние рынки мы подчиняемся закону о трансферном ценообразовании. Но раз мы разработали национальные стандарты, мы должны разработать и национальный источник определения цены. А вот это очень тонкие моменты, которые приводят часто к серьезным таким непониманию, к серьезным спорам с налоговыми органами, является иногда темой судебных разбирательств и так далее. Но сейчас у нас есть договоренность Минэкономики, что в ближайшее время этот источник национальной цены мы разработаем. Тогда все споры автоматически снимаются, все стороны признают эту цену, которая ясно как будет определяться, и мы уже закрываем тему. То есть правильно начисляются налоги, правильно они снимаются, отрасль работает спокойно. И, наконец, речь заключается в том, что до сих пор, несмотря на то, что уже прошло очень много времени с момента того, как эта отрасль возникла уже на рыночных условиях, существует немаленькая теневая составляющая. Это бизнес, который занимается предприятие, которые практически нелегально занимаются ломом, которые практически не платят налоги. Они серьезно подрывают работу официальных, легальных предприятий. Вы сами выявляете этих, да? Мы сами стараемся это делать. Но нужно это сделать системно, и мы все для этого сделаем, чтобы этому способствовать. Поэтому в СМИ также намечены меры, как это можно сделать. То есть перейти от, например, административной ответственности, перейти к уголовной ответственности, вплоть до этого, для того, чтобы было выявлять вот этих нелегальщиков и убирать их с рынка. Сегодня нет уголовной ответственности. Уголовной ответственности, к сожалению, нет. И вот тогда мы очистим рынок. И тогда ситуация станет совершенно прозрачной. И, наконец, третье, что мы предлагаем. Мы разработали проект программы, которая после обсуждения в экспертном сообществе, в Национальной палате предпринимателей, будет предложена правительству. Вот эта программа на долгие годы могла бы стабилизировать ситуацию. И все стороны работали тогда в понятных условиях. Там в программе есть много разных положений, но одно из ключевых заключается в том, что создается механизм, с помощью которого мы все проблемные вопросы между собой. А я хочу сказать, что у нас много и субъективных проблем. То есть мы порой не находим общий язык. Там ругаемся, металлурги одно говорят, мы говорим другое. Так вот, будет такой механизм, который будет резко, быстро, объективно разрешать и снимать эти споры. Поэтому я думаю, что мы путем таких движений, вот это все-таки позитив этого запрета, что мы выйдем на такое правильное цивилизованное регулирование данного рынка. У меня такой вопрос, знаете, лакомый такой кусок, вы сейчас назвали сумму миллиардами. В связи с этим у меня такой вопрос, вот контролирующие надзорные органы вам мешают или нет? Ну, вы знаете, сейчас ситуация совершенно другая, чем была там 20 и даже 10 лет назад. Мы все равно цивилизуемся, мы начинаем лучше понимать, люди растут, интеллектуально растут, профессионально растут. Появляется опыт, появляются инструменты в виде судебных органов, когда мы не боимся пойти в суд и в суде все это рассказать. Допустим, суд в какой-то более низкой инстанции не решил вопрос, мы поднимаемся выше. Большие надежды мы возлагаем на Верховный суд, где максимальные профессионалы собрались, и они уже по-серьезному многие вопросы рассматривают. То есть отношения у нас улучшились, но тем не менее существуют некие нормы в законодательстве, еще недостаточно четко прописанные, которые иногда приводят к таким конфликтам, непониманию и так далее. И вот как раз-то в нашей отрасли у нас есть возможность сейчас полностью это снять, и тогда у нас отношения будут нормальные. Но я могу только сказать за свою отрасль, есть и другие, у которых есть такие проблемы, они об этом говорят, и мы в палате это тоже обсуждаем. Может быть, Владимир Владимирович, может быть, как у вас депутата парламента, бывшего, хотя не говорят, не бывает бывшего, экс-депутата парламента, может, законодательность закрепить нужно будет, а не подполнение правительства в будущем? А законодательно что закрепить? У вашего отрасля деятельности? Не, ну, то, что требуется в законе, оно прописано, там прописано лицензирование, там в приложениях прописаны квалифтребования, но я считаю, что законодательно этого не обязательно делать, достаточно будет хорошей, серьезной программы, которая получит одобрение в правительстве. Тогда это будет уже серьезная стабильность. То есть тогда мы обо всем договоримся. Друзья, эфирное время программы заканчивается. Напомню, что сегодня гостем программы был председатель Союза промышленников вторичной металлургии Казахстана Владимир Яковлевич Дворецкий. Вам спасибо за беседу, всего доброго, а я хочу вас поблагодарить. Спасибо, Артем. Субтитры подогнал «Симон»!